Если исходить с чисто юридической точки зрения, то, допустим, кредит или продажи в рассрочку – это принципиально разные юридические понятия. В сознании многих людей в некоторых случаях из-за проведения, может быть, рекламных кампаний, когда и товары продаются в кредит, якобы на самом деле продаются в рассрочку, эти понятия стираются. Здесь, наверное, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы все вещи назывались своими именами. Если мы говорим об ипотеке, то в данном случае это разновидность кредита под залог будущей недвижимости. Через ипотеку, безусловно, один из эффективных способов обеспечения населения жильем. В этой ситуации, поскольку сама ипотека является разновидностью кредита, здесь ничего страшного в подмене понятия назвали ипотека или кредит, наверное, нет. Но страшнее другое, когда речь идет о сообщении недостоверных сведений по поводу тех платежей, которые человек должен осуществить, воспользовавшись, в одном случае, кредитом, условно говоря, в другом случае, ипотекой. Какие проблемы здесь на сегодняшний день возникают? В первую очередь, это связано с тем, что, как правило, ипотечные договоры, безусловно, долгосрочные. Если краткосрочный кредит может выдаваться на срок 6 месяцев, год, 2-3 года, то ипотека – это уже сроки в несколько раз больше – 10, 15, 20, 25, а может быть и более лет. Поэтому здесь важен, в первую очередь, вопрос о достоверности информации по поводу формирования той суммы, которую человек будет выплачивать. Вот перспективное планирование, оно, конечно, необходимо в этой ситуации, и человек, воспользовавшийся услугой, должен получить гарантии, что через 3 года у него вот эта ставка процентная, она не изменится. И, безусловно, в определенном смысле, когда мы говорим в том числе и о рекламе, вот такие дополнительные требования к ипотеке с точки зрения неизменности, условий оплаты предоставленного кредита ипотечного должны быть более жестко прописаны в законодательстве. И здесь, по сути, в меньшей мере потребители будут интересовать, наказал ли такого нарушителя через 5 лет антимонопольный орган. Если он теряет большие деньги, для него будет важнее не то, что на кого-то наложили штраф, и он от этого ничего не получил. Здесь должны быть, скорее всего, механизмы, которые позволяют вот такому потребителю в судебном порядке оспорить принимаемые лицом, выдающим соответствующий ипотечный кредит, решение об изменении этих ставок. То есть, если такие механизмы будут эффективно работать, то человек может считать себя защищенным. Если ты сообщил о 3% ипотечного кредита, а через 3 года изменилась ситуация, лицо сообщает потребителю о том, что кредит вырастает в 5 раз, то в этой ситуации, по сути, человек должен иметь возможность в судебном порядке такие элементы оспорить уже самостоятельно. Здесь защита будет исключительно его личного интереса. И с этих позиций вот здесь необходимы соответствующие. Безусловно, частично в законодательстве такие требования уже существуют. Каждый имеет право на судебную защиту. И в зависимости от структуры состояния ипотечного договора и той информации, которую он получил из рекламы на момент заключения договора, можно в определенном смысле выстроить способ своей судебной защиты. Но когда речь идет о перспективах 10-15-20 лет возможное изменение законодательства, здесь должны быть более четкие, жесткие социальные гарантии для населения. И на сегодняшний день, безусловно, законодательство не допускает недостоверной рекламы. Если в рекламе сообщается о предоставлении ипотеки под процент нереальной в условиях данной экономики, значит, здесь нужно насторожиться. Что-то здесь не так. Возможно, в ряде случаев эта информация будет достоверной, когда, допустим, на эту сумму даются дополнительные социальные субсидии, покрывает их или федеральный бюджет, или бюджет субъекта Российской Федерации в рамках специальных мероприятий. Такие ситуации возможны, и не исключено, что предоставление такой ипотеки под низкий процент, оно, безусловно, гарантировано, в том числе и государством, и есть определенные гарантии безопасности самого потребителя, то есть в них можно участвовать. Но если на момент заключения договора возникает вопрос о структуре такой ставки и каким образом она формируется без привлечения дополнительных инвестиций или без участия государства, которое, по сути, в большинстве случаев просто субсидирует определенную часть вот этой платы, то здесь в конечном итоге самому потребителю следует внимательно ознакомиться с документами, которые предопределяют формирование структуры этого процента. И не исключена ситуация, что возможно это создание определенной финансовой пирамиды, когда покрытие для одних потребителей, стоимость процента по ипотеке осуществляется за счет привлечения других. И в этой ситуации, если организация не может четко объяснить, как обеспечивается формирование этого процента, если она не занимается благотворительностью, по сути, потому что здесь или одно, или другое, то лучше в этом случае воздержаться от совершения соответствующей покупки, приобретения.